Приветствую вас. Ответом на вопрос будет следующее. У вас есть дети, которые хотят видеть рядом с собой счастливую маму, которые хотят сами жить счастливо, которые нуждаются в вашей заботе, в вашей опеке, в вашей поддержке и в вашей помощи. И хотя бы ради своих детей, ради того, чтобы они были счастливы, ради того, чтобы у них было все, что они достойны, все, чего они достойны, вам, я думаю, можно и нужно быть счастливой с тобой. Что это значит? По сути дела. По сути дела это значит, что вы будете действовать, исходя из своих, например, интересов, исходя из своих целей, исходя из своих желаний и предпочтений. Независимость от других людей, независимость от, в частности, мужчин, как раз таки и определяет то, что вам нужно сделать. То есть, именно отсутствие постановки, отсутствие постановки, зависимость того, что вы, например, счастливы и того, что рядом с вами кто-то есть, является как раз таки первичным необходимым условием для того, чтобы чувствовать, что вы можете одно что-то. Это первый и самый главный момент. Далее можно и нужно сказать о том, что необходима работа, необходима работа над собой. В каком плане? В плане того, чтобы определить, чего вы, например, лечились, когда остались одна. то есть, если вы чего-то лечились, а вы, как я понял, оказались одна с детьми, то, соответственно, нужно определить это, чего вы лечились конкретно, и подумать, как получить это самостоятельно, без мужчин, без кого-либо. Четко понимать, чего вы хотите, что вам нужно, для чего и ради чего. то есть, по сути дела, четкое осознание того, куда вы идете, и к чему стремитесь. Если у вас была такая ситуация, что, например, вас брошил мужчина, или у вас был развод, то необходимо проработать здесь психотравм, который является ваш продукт. То есть, понять, что подслужилось причиной развода, снять с себя, во все это дело, личную ответственность на то, что произошло, отпустить то, что произошло, и не держать обиды на мужчину, на то, что он вас бросил, потому что обиды вас только изнутри сжигают, например, и ничего вам не дают. И, собственно, жить дальше, как я уже сказал, ради детей. И вот таким образом вы сможете сделать так, чтобы не нуждаться в ком-либо для того, чтобы чувствовать, что вы способны самостоятельно сделать себя и своих детей счастливыми. Но вы не взваливаете на себя через чур много. Вот это вот ваше как сделать так, как чувствовать, что все мощно, что все можешь. Это, знаете, слишком много для одного человека. Всего не может никто. Нужно мощь то, что нужно. То есть то, что необходимо для вас и ваших детей. Вот это, к этому нужно стремиться и этого пытаться бастичь. Все. А остальное вас не интересует. дальше. Какие блоки у вас на пути к этому стоят? То есть в чем вы не уверены в себе? В чем вы сомневаетесь в себе? Что вас страшит? Что вас напрягает? Вот постарайтесь ответить на эти вопросы. И тогда вам будет более ясно, что нужно сделать для того, чтобы чувствовать себя более уверенно. Безусловно, вам нужна поддержка. безусловно, вам нужно, чтобы вам помогали, особенно на первых этапах. Безусловно, нужно, чтобы вам как-то какие-то вещи в каких-то моментах поддерживали вас. понимаете? Вот это необходимо. Но ни в коем случае, ни в коем случае не став для себя в зависимости от других людей, а хорошего в этом, как вы уже сами, наверное, убедились, нет ничего. На этом все. Надеюсь, что помог вам. если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. до сих пор. Продолжение следует...